Мне не повезло, но моим детям и вот у моих детей будет... Повезет очень, моим повезет очень. Вот рассказывайте, вот рассказывайте в идеале. Я сделаю всё. Как себе представляете семейную жизнь? Ну, я уменьшу количество гастролей, безусловно, пока будут воспитываться дети. Я не оставлю их на маме. А жена будет работать? Хотелось бы, чтобы работала? Нет, она будет работать с детьми. Мам, помнишь, я в 12 лет, когда увидела его клип, сказала, «Мам, вот этот дяденька будет моим мужем». Точно, только ты сказала, «По мне, парень, а не дяденька». Ну, тогда я ещё говорила, дяденька. Наша профессия предполагает к тому, что мы не всегда достойно выходим из депрессии. Сегодня не грозит запить, например, или опять увлечься змеем? Нет, сегодня не грозит. Уже всё, прошло. Точно, да, потому что русские женщины так напуганы. Это было какое-то вот что-то тогда. Хорошо, Саша, вы пришли с друзьями. Вы понимаете, что когда семья, то уже на вас, товарищи, времени останется практически нуль. Готовы? Это мой директор. Я с ним всегда 24 часа. То есть комнату вам отдельную нужно будет? Это мой директор. Я думаю, а мы живём дом в дом. На данный момент я обстирываю, обглаживаю, кормлю, пою. Вот поэтому хочется нам найти ту самую половину, которая переймёт мои обязанности и будет это делать. Наконец-то, давайте. Ну, это наша идея. Без проблем вы постираете, поглаживаете, еду приготовите, всё сделаете. Это же вообще, особенно еду. Скажите, а кто у вас из родственников сегодня, кроме мамы? Брат, его жена и моя племянница. Их мнение для вас будет что-то значит в выборе вашей жены? Их нет в моей жизни. Их нет в вашей жизни. Ой, только бы они не появились, когда придётся делить наследство. Поэтому, как говорит мой муж, наследство нужно писать тёплыми руками. Поэтому, товарищ директор, позаботьтесь, пожалуйста, об этом сейчас. Это я не другой, я говорю на полном серьёзе. Брачный контракт будете составить?